Доброе утро! Продолжает вещание. Я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днём без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 9-14. В горах местами минус 15-20. Днём минус 1-6. В горах местами минус 7-12 градусов. На дорогах гололедица. В Черкесии облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег. Днём без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 10-12. Днём минус 1-3. На дорогах гололедица. Какой была работа Республиканского управления Росреестра в прошлом году? Об итогах деятельности нам рассказала исполняющая обязанности руководителя ведомства Аминат Батчаева. С ней встретилась Шерифат Лепшокова. Зима – традиционное время подведения итогов. А каким был 2021 год для Росреестра? Известно, что вы реализовывали проект «Электронная ипотека за один день». Звучит практически фантастическим, но это реальность. Расскажите об этом поподробнее. 2021 год для управления и всего Росреестра был очень интересным. Много интересных проектов было. Направленность на клиентаориентированность, на цифровую трансформацию. В том числе и новый проект – это электронная регистрация ипотеки за один день. То есть граждане могут обратиться в банки, и банки направляют нам все необходимые документы, и в течение одного дня можно получить уже ипотеку. На сегодняшний день мы работаем с такими банками, как Сбербанк, Совкомбанк, Тинькоффбанк, и с ноября месяца ВТБ-банк тоже подключился к электронной ипотеке за один день. На сегодняшний день можно сказать, что определенных успехов мы добились. За 2021 год управлением зарегистрировано было более полутора тысяч электронных ипотек за 24 часа. Я бы хотела также рассказать об экстраториальном принципе приема документов. На сегодняшний день во всех многофункциональных центрах нашей республики организован экстраториальный прием документов. То есть гражданам нет такой необходимости выезжать за пределы республики, чтобы сдать документы на недвижимое имущество, которое они приобретают в других регионах. Это можно делать при обращении многофункциональных наших центров. То есть они приходят, сдают документы. Данные документы направляются в тот орган регистрации прав на недвижимое имущество, где находится данное недвижимое имущество. Данная услуга на сегодняшний день тоже пользуется популярностью. Так в течение этого года нашими гражданами было сдано более тысячи документов на недвижимое имущество, которое они приобретали за пределами нашего субъекта. В обязанность управления Росреестра входят и контрольно-надзорные функции. Что они в себя включают? Кроме учетно-регистрационной деятельности, также на наше управление возложены контрольно-надзорные функции. Что это значит? Это контроль и надзор за соблюдением земельного законодательства нашими гражданами. На сегодняшний день нашим управлением было проведено более 320 выездных проверок. По видам нарушений мы чаще всего встречаемся с самовольным занятием земельного участка или его частью и использованием земельного участка не по цели. Вот эти два основные нарушения мы выявляем. С 1 июля 2021 года вступил в силу новый закон. Это 248-й федеральный закон о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации, в соответствии с которым мы начали тоже работать. Приоритет данного закона носит более профилактический характер, а не для наказания наших граждан. Кроме того, управлением реализуется комплексный план по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями. И в этом году нами было внесено 21 граница муниципальных образований, 101 граница населенных пунктов в нашей республике и граница с Краснодарским краем. На сегодняшний день можно сказать, что в два раза больше обращений у нас от граждан. Это более 122 тысяч заявлений на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав. В прошлом году за аналогичный период было подано более 67 тысяч. Также основной нашей задачей на сегодняшний день – это то, что все услуги Росреестра должны предоставляться в электронном виде. Если за текущий год прошлого года более 30% предоставлялись, на сегодняшний день мы добились результатов более 40%. И вот эта задача у нас самая основная, которую ставит перед нами Росрегистр. В отделении Пенсионного фонда Покорчаева-Черкесии рассказали, что на 2022 год в республике установлен прожиточный минимум пенсионера в размере 9903 рубля. Если общий доход неработающих пенсионеров окажется ниже этой суммы, будет назначена федеральная социальная доплата. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы пенсий и ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора соцуслуг дополнительного материального обеспечения и мер социальной поддержки, установленных в республике, за исключением единовременных. В Министерстве туризма и молодежи Карчаева-Черкесии подвели итоги фотоконкурса «Лик родной республики», посвященного столетию Карчаева-Черкесии. В список лауреатов вошли 10 авторов, и среди них наш сегодняшний гость – талантливый фотограф Ренат Урусов. О том, какие работы на этот фотоконкурс он представил, и также каким родом деятельности в последнее время он занялся, в эти минуты в нашей студии Ренат расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Ренат! Доброе утро, Бо! Ренат, ты, как всегда, активен, ты, как всегда, участвуешь в различных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, меняешь виды деятельности. И сейчас я хочу вот о чем поговорить. Министерство туризма и молодежной политики Карачаева-Черкесии подвели итоги конкурса. «Лик родной природы», «Лик родной республики», посвященный столетию Карачаева-Черкесии. Это грандиозное событие для нас, для всех. И ты вошел в десятку авторов, которые стали лауреатами этого конкурса. Скажи, пожалуйста, что это был за конкурс, как он долго длился, какие работы ты представил, это должны были быть пейзажи или события республики, как все это проходило, расскажи. Да, действительно, завершился конкурс, и, честно вам скажу, для меня это было приятной неожиданностью, потому что, когда был запущен конкурс, а это было в конце года буквально, в ноябре месяце, если я не ошибаюсь, я узнал буквально в последних днях, когда уже надо было все работы давно отправить, я узнал буквально накануне, завершался конкурс, и я, можно сказать, запрыгнул в последний вагон и отправил свои работы. И я даже не ожидал, что мои работы войдут там не то, что куда-то, потому что из всех претендентов там было более ста авторов, среди которых были и профессионалы, были и любители. И вот отобрались 10 человек, среди которых, по Божьей милости, я тоже оказался. Конечно, это очень неожиданно и приятно. Работы были представлены, наверное, во всех жанрах, которые возможны, потому что все работы, они относились к столетию нашего региона, нашей республики. И вот в этом году уже будут представлены различные площадки, где будут выставляться наши работы всех победителей. Ты конкретно какие работы представил? Это был пейзаж, как всегда? Я отправил и пейзажи. Или портрет твой любимый? Да, вот как раз два направления моих любимых, они как раз подошли к этому конкурсу, и надеюсь, как раз зрители тоже их увидят. Там есть и пейзажи, это два зимних пейзажа, которые сделаны у нас в Карачаево-Черкесии. И портреты, мои любимые национальные портреты. Твоих любимых бабушек, дедушек. Там как раз есть и бабушка, и дедушка. Ну так как ты умеешь снимать наших старших, наверное, никто не умеет это делать. Ну, не знаю. Я вижу, что у нас очень много талантливых ребят, очень много замечательных фотографов, которые тоже делают супер-классные снимки. И, конечно, находиться среди такой плеяды мне отдельно, не знаю, очень почетно. И самое интересное, очень много интересных девушек-фотографов. Да, сейчас фотографии вообще... У них, конечно, взгляд другой, иной, но тоже очень интересный, правда? Конечно. Наоборот, даже интересно, когда есть несколько разных авторов, у которых есть свой какой-то персональный, индивидуальный взгляд, который подчеркивает то или иное направление. И тут даже дело не в конкуренции, а именно вот как автор преподнесет тот или иной снимок. Будь то портрет или будь то пейзаж. Вот лично мне это отдельно, конечно, очень нравится наблюдать за всем этим. Мы еще встречались с тобой не так давно, и в тот раз я почему-то не упомянула о том, что тебя глава нашей республики наградил благодарственным письмом за работу во время пандемии. А что ты делал? Ну, для меня это было неожиданностью. Я работал не один, это был антикризисный штаб на базе Карачаева-Черкесского государственного университета, за что выражаю огромную благодарность, конечно же, руководству, ректору Толсултану Бекировичу Сделановичу. И я в принципе не могу сказать, что я сделал что-то такое большое. Мы просто по мере возможности были определенные проекты, и где-то нужно было просто отнести ребятам, помогали студентам, где-то местным жителям. Там был очень интересный проект по закрытию долгов даже сотрудников некоторых. То есть в этом плане старались помогать, то есть распространяли антисептические средства, маски. Была гуманитарная помощь от университета как раз еще и больницы. Этот проект был всеобъемлющий на всей территории Карачаева-Черкесии. Назывался он «Мы вместе». Там было много организаций на самом деле, в том числе и университет. И на самом деле я даже не знал, что там будут подводиться какие-то определенные итоги, и будут какие-то награждения. Это все для меня как такой снег на голову приятный. Но за эту награду я могу конкретно одного человека поблагодарить. Это Байчорова Денислава, с которым мы как раз и были в этом антикризисном штабе. Потому что это с его руки я попал в определенный список. Ренат, ты человек, который родился прямо у подножия гор наших. Да. И, наверное, само собой разумеется, что ты впитал с молоком матери эту любовь к горам. И сейчас ты увлекся, вернее, стал заниматься, вернее, поменял свое направление на туристическую деятельность. Я думаю, что ты к этому был готов всегда. Но вот сейчас ты этим стал заниматься профессионально, насколько я поняла. В каком направлении ты двигаешься? Туристическая деятельность, она же многообразна. Чем конкретно ты занимаешься? Да, на самом деле, вы абсолютно правы. Два года последних я стараюсь более усиленно заниматься именно этим направлением, то есть туризмом. И мне очень приятно общаться с людьми, когда приезжают к нам гости. И по большей части я занимаюсь, помимо того, что конечно есть направление фотографии, отдельное направление я для себя избрал как гид, проводник. Можно даже где-то экскурсоводом это назвать. Вот именно в плане общения, то есть встречая людей, общаясь с ними, рассказывая про наши красивые места, при этом показывая их. И, конечно же, вижу обратную связь. И, конечно же, определенные направления, которые встречаются в туризме, я так или иначе подмечаю. И есть очень большой потенциал нашего региона, настолько большой, что мы даже сами не подозреваем, насколько можно развить у нас туризм. Поэтому мне вот интересно сейчас, тем более есть организации. И недавно я стал резидентом высокогорного креативного кластера, который представляет масштабные просто проекты в плане и туризма, и развития даже наших творческих людей, которые занимаются различными ремеслами. Это все так или иначе будет относиться и к туризму. Потому что в дальнейшем туризм не только красивые места, но и красивые люди. То есть это еще и направления, которые раньше прославляли наши регионы. Это кузнечное дело, мастера по дереву. То есть вот этим будет заниматься высокогорный креативный кластер. Я стал резидентом этого высокогорного креативного кластера. И теперь в компании вместе с ребятами уже даже запущен туристический проект, который называется Айлянда Тур. Вот первые были туры. Вот сейчас, кстати, проходит тур на Донбайе лыжный. И вот несколько направлений уже. А кто придумал такое интересное название? Ну вот есть три парня. Вы их знаете хорошо. Это Динаев Расул, это Узденов Ибрагим и Байчуров Дениславов. Все те же наши ребята. Да, да. И вот вместе с ними, пообщавшись, мы решили тоже сотрудничать. И я, конечно, буду рад. Направлений и туризма, и креатива будем стараться развивать наш регион. Я в вас вообще не сомневаюсь, ни на капельку. Ты, наверное, не сможешь нигде жить, кроме как в своих горах там. Ну, жить, наверное, можно в разных местах. Но жить так, чтобы каждый день тебе приносил максимально такой, знаете, положительный эффект, большую радость и наслаждение от того, что ты видишь у себя за окном и вообще выходя на улицу. Я думаю, что таких мест, как у нас, наверное, не так много. Да, не так много. Я понимаю, что у каждого человека есть своя любовь к тому месту, где он находится. Но, видя то, что у нас есть, и поменять на что-то другое, наверное, да, наверное, на это я не решусь. Ренат, я благодарю тебя за участие в нашей программе. Я желаю тебе успехов. Спасибо большое. В поселке Кавказский сотрудники ОГИБДД совместно с активистами школьного движения «Юные инспекторы дорожного движения» провели плановую информационно-пропагандистскую акцию «Пешеход». Профилактические мероприятия нацелены повысить культуру безопасного поведения как водителей, так и пешеходов. Ахмат Халкечев продолжит. Цель профилактических мероприятий – доведение до всех участников дорожного движения о необходимости взаимоуважительного поведения. Поддержать своих старших коллег вышли «Юные инспекторы» из полицейского класса общеобразовательной школы поселка Кавказский. После того, как инспектор останавливает автомобиль, профилактическую беседу с водителем ведут школьники. Здравствуйте, я «Юный инспектор дорожного движения» Кубека Вальзира. Мы участвуем в акции «Пешеход» и призываем вас быть бдительным на дороге. И пропускать пешеходов. Особенно не терять бдительность, когда приближаются к пешеходному переходу. Эти фликеры мы дарим вам, если в вашей семье есть дети, чтобы они в темное время суток оставались заметными для водителей. Профилактические мероприятия продолжались в течение недели. За это время полицейские вели особо усиленные дежурства вблизи пешеходных переходов с нерегулируемым перекрестным движением. Именно на таких перекрестках резко возрастает риск возникновения аварийных ситуаций. В условиях современного транспортного потока от беды может оградить крайне высокая бдительность как водителей, так и пешеходов. Уверены полицейские и их юные друзья. Ну а как известно, повторение мать учения. И во многом, благодаря наложенной пропагандистко-профилактической работе, ситуация со статистикой дежурно-транспортных происшествий в Прикубанском районе начала меняться в лучшую сторону. С начала текущего года на территории Прикубанского района, к счастью, дорожных происшествий с участием пешеходов не было. Общую республиканскую статистику, если брать, то ситуация немножко похожая. Дорожные происшествия с участием пешеходов, в том числе детей, уже были. И, к сожалению, также есть и пострадавшие. Дорожные происшествия были совершены именно по вине водителей. Поэтому, собственно говоря, мы и проводим вместе с детьми работу с водителями разъяснительного характера. То есть объясняем им, поясняем, пытаемся донести до них то, что в любом случае правила дорожного движения не придуманы для того, чтобы их соблюдать. Только за время работы с нашей съемочной группой полицейские и их юные друзья пообщались с 20 водителями. Каждому было разъяснено необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасности дорожного движения. Ахмат Халкечев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. В 14.30 вместе с Ашемезом Пхешховым смотрите Вести. Хорошего дня. До завтра на канале Россия-1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова